Госжилинспекция Московской области осуществляет бесплатное юридическое консультирование по вопросам ЖКХ отдельных категорий граждан. Получить бесплатную устную или письменную консультацию могут ветераны, герои труда, инвалиды, почетные граждане Московской области, дети-сироты, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума. В экстренных случаях получить помощь также могут граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо направить соответствующее заявление в госжилинспекцию одним из удобных способов – по электронной почте, факсам или в письменной форме на адрес ведомства. Консультации проводят высококвалифицированные юристы госжилинспекции. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи можно прислать факсом по номеру 8495-730-8039 и на электронную почту mosobalsobakajilinspector.ru В администрации Ленинского района завершилась трехдневная видеоконференция, посвященная единому дню голосования. В этом году он назначен на 14 сентября. В ходе конференции обсуждались правила и нюансы подготовки к выборам, работы избирательных участков и многие другие вопросы, которые должны помочь сделать день выборов максимально продуктивным. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. В этом году в Ленинском районе выборов не предполагается, однако пройти курс по подготовке к единому дню голосования обязаны все избирательные округи Московской области. Тем более дополнительные знания никогда не будут лишними. В течение прошедших двух дней обучения областная комиссия посредством видеоконференции уже успела рассказать о взаимодействии во время выборов со СМИ, об учете избирателей и военнослужащих. А в завершающий день обсуждались общие вопросы обучения территориальных, муниципальных и участковых комиссий. Мы в прошлом году, в 13-м году, 8 сентября, проводили все те выборы, которые сейчас в большинстве области проходят. Поэтому мы прошли, наши члены участковых комиссий прошли соответствующее обучение еще в прошлом году. Сейчас просто пригласили на эту видеоконференцию тех членов комиссии, которые попросили, кто будет задействованы, ну, новые, которых из резервов взяли. А вот дополнительные выборы в районе все же будут. Они пройдут 24 августа и проголосовать предстоит жителям третьего избирательного участка города Видное. Выборы были признаны недействительными, потому что не были вовремя сданы протоколы. А в сельском поселении Развилковское двое депутатов в местную думу отказались от избирательных мандатов в пользу районного совета депутатов. И здесь также должно состояться повторное голосование. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.